Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Жанна в Турции онлайн. Сегодня 6 июля. Через несколько дней Турция массово отправится на длительные выходные. С 9 по 17 июля страна будет отдыхать и праздновать Курбан-Байрам. Все государственные и финансовые учреждения закроются. Естественно, что сотни тысяч и даже миллионы людей отправятся в поездки по стране. Кто-то к родным и друзьям, а кто-то в зоны отдыха и отеля. В связи с этим уже с 7 июля и до 18 числа включительно пройдут проверки на всех дорогах. Ежедневно будут работать 115 тысяч дорожных патрулей. Особое внимание уделят соблюдению скоростного режима, ремням безопасности и правилам парковки. Водители старше 66 и моложе 26 лет не допустят к управлению автобусами. Междугородным автобусам не разрешат набирать пассажиров вне терминалов и остановок. Между 16 и 20.00, когда движение наиболее интенсивное, из 2 часов ночи до 8 утра, а именно в этот период часто происходят ДТП, водителей будут приглашать выйти из автомобиля. Тем, у кого обнаружат признаки бессонницы или усталости, предложат отдохнуть на контрольно-пропускном пункте вне транспортного средства. И здесь у меня возникает вопрос, а как быть тем пассажирам, которые едут в определенное место к определенному времени? Ну, допустим, в аэропорт. Ведь пока водитель будет отдыхать, они могут элементарно опоздать на свой рейс. Но вот столь жесткий контроль связан не только с праздником, а еще и с растущим числом ДТП, которые зачастую сопровождаются серьезными травмами и смертельными исходами. Нередко они случаются с автобусами, которые перевозят как местных жителей, так и туристов. Есть данные за май по провинции Анталия. За месяц было зарегистрировано более тысячи дорожно-транспортных происшествий. При этом погибли 18 человек, 1321 получили ранения. Количество аварий и жертв увеличилось с началом туристического сезона. Вчера на трассе из Идирны в Бодрум перевернулся туристический автобус. Он лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем. Шесть человек погибли, 25 получили травмы. Несколькими днями ранее также на трассе туристический автобус столкнулся с бетономешалкой и перевернулся. Обошлось без жертв, но с пострадавшими. До этого на пешеходном переходе в Алании автомобиль сбил гражданина Германии, который скончался на месте. И таких случаев все больше и больше. Но они не останавливают людей от путешествий. В праздничные дни заполняемость отелей на Средиземном и Егейском морях приблизится к 100% за счет внутреннего туризма. И это очень беспокоит медиков. Прошлый год показал значительное распространение ковид именно в этот период. Сейчас праздник и, соответственно, перемещение, а также скучность людей еще не начались. А динамика заболеваемости уже тревожная. Ухудшение ситуации наметилось в прошлом месяце. По данным Минздрава, с 20 по 26 июня в Турции было зарегистрировано 26 600 случаев заражения коронавирусом. Это более чем вдвое превышает показатели неделей ранее. А данные последних дней – это более 57 тысяч вновь выявленных заражений. К этому добавляется новая опасность – ОСПА обезьян. Член правления медицинской палаты Анталии Фиген Сарыгюль предупреждает, что туристическая провинция находится в зоне высокого риска по распространению нового заболевания, которое уже добралось и до Турции. О первом случае было объявлено 29 июня. Диагноз поставили 37-летнему мужчине с ослабленным иммунитетом. Он изолирован. А учитывая заявление ВОЗ о том, что за последние две недели случаи ОСПА обезьян в Европе утроились, центру турецкого туризма и, соответственно, отдыхающим угрожает еще больший риск заражения. Так как Турция принимает миллионы путешественников, которые контактируют как с местными жителями, так и друг с другом. Учитывая, что ОСПА обезьян передается при тесном и длительном контакте, вряд ли она перейдет в пандемию, подобную ковид. Однако контроль, по мнению медиков, необходим, и он должен быть строгим. Директор по здравоохранению Алании Надир Альдимир сделал специальное заявление перед Курбан-Байрамом, в котором, отмечая рост случаев коронавируса, сказал, что это не слишком экстремально. Однако посоветовал не отказываться от мер предосторожности и носить маски в людных местах. Те, кто чувствуют себя некомфортно, должны немедленно сдать анализы. А Союз медиков Турции настроен более решительно. Он призвал правительство вернуться к ограничительным мерам в связи с ростом заболеваемости. В частности, предлагается сделать обязательным, то есть вернуться к ношению защитных масок во всех закрытых помещениях, а также начать вакцинацию детей, увеличить охват тестирования и публиковать данные по ситуации с заболеваемостью ежедневно, как было раньше, а не еженедельно, как происходит сейчас. Коронавирусные ограничения, конкретно масочный режим в Турции, был отменен в конце мая в связи со стабилизацией ситуации. Тогда число случаев заражения в сутки опустилось ниже тысячи. Сейчас при стремительном росте цифр все ждут решения главы Минздрава Турции. Еще неделю назад Фахридин Коджа называл ситуацию стабильной. Рост заболеваемости в Турции происходит на фоне заявлений западных политиков и глав крупных фармацевтических компаний о том, что мир должен готовиться к новой пандемии и не надеяться, что она закончилась. Такие слова очень тревожно звучат для туризма, который в полной мере на себе ощутил все прелести в кавычках, конечно же, локдаунов и закрытия границ. Многие страны до сих пор не отменили ограничения. А ВОЗ заявила, что ожидает высокий уровень распространения коронавируса в Европе этим летом. Минздрав Италии уже фиксирует высокие показатели распространения ковид и сообщает, что впервые с февраля число выявленных случаев достигает 100 тысяч. Также рост числа заболевших наметился во Франции, Великобритании, Германии, Греции и Португалии. Власти европейских стран вновь рекомендуют гражданам носить маски в многолюдных местах. Точно так же, как и в Турции. Тенденция опять одинаковая. А некоторые, в частности Германия, заявила, что готова возобновить антиковидные меры в любой момент. Вся эта нерадужная картина наталкивает меня на мысли о том, что нас подготавливают к очередному акту ковидной эпопеи. Я даже не хочу развивать тему того, что вслед за ношением масок могут вернуться справки с тестами при перелетах или вообще закрытие границ, локдауны и комендантские сутки. На этом фоне Россия пока демонстрирует обратную динамику. Она отменила ограничения на въезд иностранцев всеми видами транспорта, кроме сухопутного. А также отменила масочный режим, запрет на работу общепита в ночное время и ряд других мер. Однако обещала вернуть ограничения при ухудшении эпидемиологической ситуации. С ПЦР-тестами все по-прежнему. Россияне, кроме вакцинированных или переболевших, прибывающие из-за границы в течение трех дней должны сдать ПЦР-тест. Иностранцы, прибывающие в страну, должны сделать его до прилета. И вот мы с вами часто говорим о том, ехать или не ехать на отдых, ждать ли понижения цен и стабилизации ситуации. В данный момент, мне кажется, ответ напрашивается сам собой. Неизвестно, что будет завтра. И, наверное, поэтому не стоит откладывать то, что можно сделать сегодня. Если видео вам было интересно, не забывайте поставить лайк и подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. До свидания!